Невозможно, что они пропустили террористическую операцию, которая готовилась. Я не говорю, что это такое было, но что у них ресурса не хватает на то, чтобы приватизировать все, что надо. И, конечно, для России, для любого общества терроризм это основное, с чем надо бороться. Но то, что они проигнорировали борьбу с терроризмом на последние два года, это точно. Что разгильдяйство, как раз оно, скорее всего, будет внизу. Сколько приезжал ОМОН, кто из них был пьян, кто был стрезвым, кто сообразил, кто не сообразил. Мне кажется, что государство, опять же, я в Москве не был 20 с чем-то лет. Мне кажется, что если государство занимается тем, что борется с Акуниными и с Солонинами и так далее, то их приоритет там, и они просто проморгали гол пустые ворота. Они не ожидали, что может вот так какая-то группа идиотов, мы не знаем сколько, мы не знаем откуда и так далее, радикализированы за какие-то деньги просто зайти в кинотеатр или в сити-холл или в концерт-холл, и расстрелять народ. Они просто к этому не были готовы. Это может быть действительно, еще раз повторяю, теракт, проведенный крайне низкого уровня ячейкой каких-то исламистов, который состоялся потому, что все в России и на низовом уровне делается через ад. И пожарники такие, и СОБРы такие, и все такие. 50% я вполне готов предположить на это, но второй 50% что им помогли это сделать, и именно, то есть они были управляемы и контролируемы с самого начала и до конца. Продолжается, как нетрудно было предположить, обсуждение недавнего террористического акта в Крокус-сити-холл. В пропагандистское обеспечение включились уже практически все интернет-браматуны, часто показывающие нарочитый антагонизм по отношению друг к другу. И каждая из них работает на свою гигантскую аудиторию, составляющая, по крайней мере так показано, сотни тысяч, а то и миллионы подписок. При этом, чтобы заморочить публике голову, внимание останавливается на деталях, по большому счету не имеющих никакого отношения к сути. Важно вправить публике нарративы, которые используются уже не один год. И публика, разумеется, за всем этим хронометражом, километражом и прочими совершенно очевидными деталями, которые именно для того и подброшены, чтобы их как можно больше обсуждать, вбрасывается главное. Главное, на мой взгляд, это три нарратива. Первое, существуют какие-то башни Кремля, которые борются между собой. При том, что, конечно же, никаких подобных башен не может существовать, в противном случае они были бы немедленно уничтожены. Второе, российские спецслужбы состоят из дураков, разгильдяев и неумех. Они троечники и воры. При том, что на практике мы видим совершенно обратное, к сожалению. И третье, и, пожалуй, самое главное именно в данном случае, ИГИЛ, исламское государство, к ФСБ никакого отношения не имеет. Спецслужбами Российской Федерации не создавалось в эпоху начала боев на Донбассе. И поэтому с пеной у рта эти различные говорящие головы выясняют, ИГИЛ ли это или это ФСБ. Путин молчал, потому что совещались башни Кремля. Какую линию, украинскую или ИГИЛовскую, выбрать? Их взяли живыми, а если это была бы ФСБ, их бы убили. И подбросили бы украинские паспорта и визитки Яроша. Ну, конечно, они же тупые, они действуют по шаблону. Убить можно было в 2000-м. Тогда была другая аудитория. Визитки Яроша можно было подбрасывать в 2014-м году. В эпоху же полномасштабной войны и, вполне вероятно, готовящихся терактов в Европе нужны более веские доказательства, которые проглотит именно Европа и Америка, а отнюдь не абсолютно зомбированное население Российской Федерации. Я стараюсь никогда не обсуждать очевидное и не пытаться доказать очевидное. Мое первое видео, когда еще горел крокус, называлось «Заказчик очевиден. Исполнители назначат, а предсказуемые последствия непредсказуемы». Исполняющий обязанности ушедшего Жириновского на российской политической сцене, бывший местоблюститель Путина Медведев, уже предположил, что исполнителями могут оказаться украинцы. И тогда, разумеется, их всех ждет жестокий ответ. Понятно, что сначала немножко поговорят про ИГИЛ, а потом начнут рассказывать про украинский след. О том, что подобная акция может произойти, говорилось не две недели назад, не месяц назад, а фактически с самого начала так называемой специальной военной операции. Что я, кстати, неоднократно произносил и в своих видео. Точные даты подобных событий назвать, как правило, нельзя. Но совершенно точно можно предположить интервалы, когда они произойти не могут. Например, перед самыми формальными выборами Путина никакого подобного теракта совершиться не могло. А вот после них, непременно, до 21 марта, это также не могло произойти, потому что в этом случае невозможно было бы обвинить в теракте мусульман. А на следующий день, после Навруза, почему бы и нет? В любом случае, различные мировые лидеры, так или иначе, должны вступить в контакт, если не с самим Путиным, то с Кремлевской администрацией. Этого просто требует дипломатический этикет. Что же касается исполнителей, которых можно видеть на опубликованных видеороликах, весь этот антураж, эти бороды, это скорее какой-то грим. Хотя на этот раз мы даже не слышим криков «Аллаху Акбар!» или что-то в этом роде. Что то ли не учли режиссеры, то ли действительно главной версией будет украинский след. Это при том, что у меня нет никаких сомнений, что если бы действительно появилась какая-то группа украинцев, потерявшая близких от отчаяния, решившая получить неважно какие жизни за жизни, то это все-таки они постарались бы сделать там, где собираются чиновники и так называемая элита Российской Федерации. И поэтому, если подобное случилось бы где-нибудь в самом Кремле, можно было бы на эту тему поговорить. И отнюдь не на следующий день была отброшена украинская версия в качестве приоритетной. Нет, про ИГИЛ заговорили с самого начала. При этом, чтобы затушевать очевидную связь появления ИГИЛа с российскими спецслужбами, версия ФСБ как структуры подготовившей или по меньшей мере контролировавшей теракт, разумеется, озвучивалась. ФСБ – альтернатива ИГИЛу. Ну, так же, как они друг друга называют «ты агент, нет ты агент». Покажу, как это происходило, на примеры персонажей, на которых я уже обращал внимание не один раз. То есть, давайте я посумерю, как я понял, вашу… Это гипотеза, я подчеркиваю, что это гипотеза. Конечно. Мы пытаемся щупать слона и понять, что происходит, события трагичные. Причем с завязанными глазами мы его щупаем в цернате. Вы считаете, что это изначально готовилось как «false flag operation», то есть «рязанский сахар». То есть, какая-то из больших временов дошла глупых, оболваненных людей. Нанял их за небольшие деньги, причем далеко не факт, что тех, кого поймали в лесу, это те, кто стрелял. Это же тоже еще большой вопрос. Сейчас, давайте я выстрою одну гипотезу. Хорошо, хорошо. Соответственно, было нанято некое количество, неизвестное нам количество людей, которые устроили этот теракт. Он записан на пленку. Нет сомнения, что люди погибли. Нет сомнения, что взорвано здание. И после чего им дали уйти и должны были их захватить или уничтожить возле украинской границы, чтобы полностью подчеркивало украинский слег. За эти 24 часа поменялись ветра и мнения, и какие-то давления в Кремле. Вы это называете борьбой башни кремлятов, тут называют бульдоги под ковром. И вместо этого решили просто их выдать за неких лунатиков, которые, на кого-то их надо сводить, свалили на ИГИЛ. Плюс, все-таки я бы не стал отбрасывать и роль вот этих вот людей в курточках с капюшоном и с калашниковым на президентном ремне. Эти люди вмешались в операцию и просто ее обломали. И дальше моя личная оценка ситуации, что это был действительно ИГИЛ, что банан это банан, вот это моя теория. И что говорило об этом? Что говорило о том, что, ну, вот мне так сказалось. Во-первых, было предупреждение, было предупреждение еще 8 марта, которое повторялось, если я не ошибаюсь, еще один раз со стороны Соединенных Штатов Америки, которые официально предупреждали американских граждан, находящихся в Москве, что готовился террористический акт. То есть это не делалось для России, это делалось для американских граждан, которые каким-то образом сейчас же находятся в Москве и посольство выполняет свою обязанность по обеспечению безопасности. Им сообщили еще 8 марта, что готовятся теракты. Это как бы раз. Во-вторых, было очень странно, то, что этих людей не застрелили на месте. Самое простое, если это рязанский сахар, убить их на месте, найти в их кармане украинский паспорт, украинскую, там, ну, что угодно, фамилию украинскую. Знаменитая визитка Яроша, да. Да, найти что-либо, что безоговорочно этих людей, мертвых уже, будут привязаны к Украине. Это самое логичное, понятное поведение. Какая башня Кремля это организовывала, с большой долей вероятности, от того, что должно было произойти с этими людьми. Тем не менее, зачем-то им удалось уйти, более того, зачем-то их взяли живым. И мне, моя версия, что это таки был террористическая атака исламистов, как ни странно в это поверить. Такому с рязанским сахаром, это было вне поля моего внимания, я знаю примерно, что такое. Я помню, мститель, мститель, никем неуправляемый, сошедший с ума, то бедствие, мститель. Это возможно, это невозможно отрицать, но если у человека в его умопомешательстве появилось желание убивать русских, во-первых, зачем надо так далеко ехать. Ну, русские есть в Белгороде, русские есть в Курске, не очень понятно. Допустим. Я не то, что не прав, может быть, у меня нет информации. А вот я весь день читал, что я мог прочитать, никто из очевидцев, есть уже интервью с очевидцами, там в больницах и так далее, никто ни разу не упомянул Аллах Акбар. Исламисты, когда они идут на смерть, обязательно это кричат, это не, вы понимаете прекрасно, это не за Родину, за Сталина. Во-первых, подобным возгласом Муэдзин зовет правоверных на молитву. Во-вторых, согласно хадисам, Аллах очень любит, когда правоверные повторяют его имя. И тот, кто в течение дня сто раз повторит имя Аллаха, освобождается от тех грехов, которые он за этот день совершил. Во многом, поэтому в бою часто разносятся эти возгласы. И уж точно никто из боевиков не собирается умирать, когда предает казнь какого-то своего врага и сопровождает это все теми же криками Аллаху Акбар. Более подробно про ИГИЛ я рассказал в своем видео 24 марта. Смотрим фрагмент. Представить себе, что ИГИЛ, ДАИШ или Исламское государство не имеет связей со спецслужбами Российской Федерации просто невозможно. Даже по официальным заявлениям российских силовиков еще в конце 13-го, начале 14-го года на Ближний Восток были выдавлены от двух до двух с половиной тысяч террористов, якобы с целью обеспечить безопасность проведения Олимпиады в Сочи. Но если ты знаешь, что это террорист, то его не выдавливают, а арестовывают или уничтожают. А в июне 14-го года в начале боев на Донбассе ни с того ни с сего появляется этот самый ИГИЛ. Понятно, что подобное заявление российских силовиков было сделано с целью получить индульгенцию в том случае, если кто-то из подобных граждан России или бывшего Советского Союза попадет в плен и будет идентифицирована его национальная принадлежность, чтобы таким образом оправдать этих ближневосточных их там нетов. Другую большую часть ИГИЛовцев составили военнослужащие бывшей армии Саддама Хусейна, большинство из которых учились в Советском Союзе. Разумеется, как всегда бывает в подобных случаях, к этой организации примкнуло и большое количество добровольцев, авантюристов из различных стран мира, являющихся людьми войны и не нашедших себя в мирной жизни. Впрочем, так работают все подобные политические франшизы. Оружие ИГИЛу элегантно передавали части армии президента Асада, оставляя города, военные базы и населенные пункты, не уничтожая при этом ни вооружение, ни боевую технику. Вся активность исламского государства на тот момент была в первую очередь направлена на отвлечение внимания мирового сообщества от событий в Украине, а кроме того, как повод для ввода российских войск в Сирию. Присутствие же вооруженных сил Российской Федерации в регионе Сирия-Палестина способствует поддержанию напряженности в этом районе, росту цен на нефть, облегчению логистики передачи вооружения союзным Хизбалле и Хамасу, а также давление на государство Израиль с помощью как внутренней агентуры в этой стране, так и внешних враждебных Израилю сил. Добавить к уже сказанному могу следующее. В тот же день, после того, как я предположил, что акция в Крокус Сити Холле это прикрытие для последующих возможных террористических акций во Франции, связанных с Олимпийскими играми. В этой стране на уровне правительства было принято решение о поднятии уровня террористической опасности до максимального. А еще через несколько дней появились комментарии французских спецслужб относительно повышенных мер безопасности период Олимпиады и в особенности ее открытия с возможностью изменения самого сценария этого действия. Я, разумеется, не переоцениваю свои роли. Мои видео по-прежнему интенсивно блокируются. Я получаю сотни просмотров там, где провокаторы интернет-болтуны получают сотни тысяч просмотров. Тем не менее, факт остается фактом. Хочу добавить, что после того, как финальную стадию чемпионата Европы прошли Украина, Польша и Грузия, вероятность террористической активности в Германии также возрастает. При этом у меня нет никаких сомнений, что в случае проведения подобных террористических действий они будут совершены до предполагаемых спортивных мероприятий. Не исключено, что они будут достаточно синхронными.